Всем привет! С вами Оля, вы на канале Ольга Свон. Сегодня я с вами поговорю о новинках парфюмерных от Reflame Nordic Waters. Парные ароматы, мужская водичка, женская. Сразу скажу, что ароматы свежие, такие акватические, идеальные, подойдут на лето. Начну верно с женского аромата, хотя обычно начиная с мужского. Давайте начнем с женского. Итак, это цветочный акватический аромат, ноты, лимонная эссенция, аккорд Nordic Waters, лепестки, жасмины и белый мускус. Высокая концентрация аромата. Я с этим не соглашусь, конечно, потому что аромат не очень стойкий, и для меня это скорее средняя концентрация аромата. И все-таки это не цветочный акватический, а, наверное, фруктово-акватический, я бы так сказала, аромат. Он стартует с лимонной эссенции, как я заявляю. Чувствуется лимончик. Но это даже скорее не лимон, а какая-то лимонная газировка. Вот так. Зря не положили эту эссенцию, на мой взгляд. Надо было просто положить лимон или гриппфрут. И звучание было бы более дорогостоящим, освежающим, таким настоящим цитрусовым. А это получается какая-то вот такая лимонная газировочка. И буквально через минуты эта яркость цитрусовая сходит, он размывается, чувствуется, что он свежий, акватический. Присутствует небольшая сладкая нотка. Также я слышу какие-то еще фрукты. Помимо лимонной эссенции здесь есть еще какие-то фруктовые ноты. По поводу жасмина. Здесь заявлено лепестки жасмина. Они здесь есть. Жасминчик чувствуется, но его перебивает вот эта вот цитрусовая свежесть. Для меня это скорее свежий цитрусовый аромат, нежели цветочный акватический, как здесь заявлено в каталоге. Да, он акватический, но он не цветочный. Он скорее цитрусовый. Но цитрус здесь, повторюсь, какой-то непонятный. Вот зря положили не в лимонную эссенцию. Звучит какой-то дешевый лимонной газировкой, минералкой. Поэтому мне не очень понравился. Хотя вот на жаркое лето, может быть, подойдет. Он звучит не очень ярко, так немножко освежающе. Такая вот свежая цитрусовость. Все. Не ждите от него какого-то дорогого звучания или супер стойкости. Вот на мне продержался на коже где-то 5-6 часов. Есть также мускус. Слышится небольшая нотка мускуса такая вот. Но он размывается довольно сильно. Прям где-то через три часа очень сильно размывается. Только ближе к коже можно слышать. Возможно, была такая идея создать ароматы, которые подойдут на жаркое лето. Вот вы нанесли на себя и пошли купаться на пляж. Жарко, вас ничего не напрягает. Вы слышите такое вот цитрусовое звучание свеженькое, акватическое, легкое и все. Для меня это скорее какой-то вот боди мист, спрей для тела, нежели парфюмерная вода, как здесь заявлено. Вот как-то так. И еще хотелось бы добавить, забыла про Элви. Когда я стала тестировать женскую новинку, есть небольшое сходство с Элви. Ароматом тоже от Эрифлы. Небольшое сходство есть, но Элви все-таки это больше бело-цветочно-пудровый аромат. И он более яркий. А новинка Nordic Waters это такая вот свежая цитрусовая водичка, которая довольно быстро размывается. Такая более легкая, цитрусовая свежая, такая минералочка. Компотик, как хотите назовите. Мне кажется, что Элви выгоднее звучит, лучше. Я знаю, что многим нравится аромат Элви. Он тоже у него такое вот апатическое направление. Поэтому я и вспомнила про него сразу, когда тестировала эту новиночку. Есть небольшое сходство, но мне кажется, Элви лучше звучит. Вот этот Nordic Waters немножко не дотягивает. Я думаю, что он понравится многим. Просто я такая привередливая, и направление немножко не мое. А так, в принципе, новинки хорошие. Далее. Мужская водичка мне понравилась больше. Сейчас скажу, почему. Итак, это ароматический, акватический аромат. Ароматический, акватический. Ноты лимон, аккорд Nordic Waters, листья, фиалки и кедр. Тоже заявлено, что это высокая концентрация аромата. И с этим я согласна. На моей коже он протяжался более 7 часов. То есть он более стойкий. И за счет ноты, этот лист фиалки, аромат звучит более дорого. То есть одна нота вытягивает весь аромат. Также слышится цитрус, этот лимончик. Смотрите, здесь не лимонная эссенция, а лимон. И лист фиалки, он придает этому аромату еще зеленые такие нотки, освежающие, бодрящие. То есть получился такой вот свежий, бодрящий, цитрусовый, зеленый аромат. Свежо-акватический. Он не очень яркий. Такой ненавязчивый, удушливый. Но вы хорошо слышите, он такой бодрит, освежает. Классный. Очень мне понравился. Вот мужской прям здорово звучит. Соглашусь, что это парфюмерная вода, звучит добротно, довольно дорого, неплохо, очень даже хорошо. И мне кажется, что он подойдет на каждый день. Но в любое время года, то есть такой универсальный аромат, свежий. Очень мне понравился. Еще хочу добавить, что в следующем каталоге, в 10-м, будет хорошая акция. При покупке женского аромата вы получите карандаш для глаз и тушь для ресниц. А при покупке мужского аромата вы получите пену для бритья и гель после бритья. Поэтому подарки щедрые, очень заманчивые. Я прям жалею, что нам не понравились эти ароматы. Мужу не понравилась мужская водичка. Я ему предложила. Он сказал, что нет, не заинтересовала. Но у меня он любит больше такие вот восточные, гурманские, древесные ароматы. Меня женская тоже не заинтересовала. Вот зря они взяли здесь лимонную эссенцию, положили. Лучше бы взяли лимон или грейпфрут. И какую-нибудь тоже зеленую нотку сюда добавили. Получился бы такой классный, освежающий, бодрящий аромат. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было полезно. Не болейте. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.